всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на карту фаркап 40 варкап собственно 317 по роутам сразу скажу что наверно попутно что-то расскажу но показывать прям все разнообразие не буду наверняка многое увидим так что давайте начнем в общем-то на старте у нас большая площадь да что я не собрался на карте у нас большая площадь на старте и мы можем делать какого-то такого рода всяких риджамп и здесь у нас два слика вот по ним собственно с ликом давайте побольше скорости здесь значит вы просто виляем ничего особенного просто страйк мимо вот интересный сразу момент у нас есть ракета и здесь очень неровный пол в том смысле что он идет диагонально поэтому тут тоже под себя каждый сам выбирал посмотрим кого как придумал по роутам как-то я не не знаю не настрою так стать прямо все 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 рассказывать на что-то очень много падает собственно вниз ракета у нас отбирают дают плазму ну и здесь очевидно нужно плазмить по стене каким-нибудь таким образом да плазмим поворачиваем и здесь у нас кнопка как мы видим что это не просто не 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 просто декорация тут нарисована рука то есть мы ее нажимаем и поднимаются рампочки которые нам позволяют собраться наверх даже с обычным прыжком можно либо с плазмой соответственно ну и лежат гранаты если у кого-то возникли трудности можно забраться за гранатой карта весьма старая у меня даже с гранатой возникли трудности но ничего страшного далее падаем вниз и сразу же хочу обратить на вот эту как бы дырочку нам дают нам дают есть дают много хейста но эта дырочка в общем-то без комментариев я думаю все прекрасно прочувствовали что эта дырочка это просто просто жесть падаем в общем-то вниз далее у нас здесь плазма с хейстом поднимаемся наверх здесь тоже поднимаемся наверх так аккуратно поднимаемся наверх и здесь еще раз поднимаемся наверх здесь такие две рампы интересные если посмотреть если вот так пойти просто да то есть это вот тут три даже 1 рампа да вот этот вот раз рампа скорость поменялась 2 рампа еще три рампа и все 33 рампы здесь то есть чтобы здесь нормально проплазмить это надо блин это надо чтобы очень повезло особенно на высокой скорости так у меня 100 хп у меня нет плазмы ну давайте сначала начнем тогда точнее нету battle suit а давайте быстренько пробежимся и до забавные звуки когда ударяешься но ничего страшного тихонечко здесь так проходим поднимаемся возьмем сюда здесь можно еще поплазмить вот так врезаться можно можно здесь застрять везде можно застрять великолепная карта плазмим в общем то и здесь у нас такой вот вылет то есть у вас здесь два варианта по идее что вы можете либо возьмите дальше по курве либо срезать сюда но это кому как было удобнее кому как профит не далее мы выходим у нас есть две гранаты у нас есть там плазма но и и брать естественно не нужно здесь опять же кнопки 1 внизу 1 1 на стене мы в них стреляем и забираемся наверх здесь у нас дается значит две ракеты 200 плазмы battle suit давайте не будем тянуть можно подобрать еще другую ракету чтобы было три но это как бы скажем так необязательно но и финиш с рандомными весьма рандомными падами которые очень сложные иногда хорошо пройти ну и собственно финиш здесь конечно на финише можно и по низу пройти но как я сказал я думаю что мы много очень много увидим видим в дымках я надеюсь что мы много увидим дымках ну и попутно и собственно будем разбирать не разбирать точнее будем просто будем смотреть роут и такая вот карта в общем то я не знаю вроде как ничего больше нету ну и собственно все ну вот это вот могу сказать только что вот этот вот промежуток между падами он наверное был самый неудобный и вот тут то что ну бывает что попадаешь прямо вот в эту дырочку либо в эту дырочку либо вообще никуда не попадаешь вырезаешься куда-нибудь ну в общем карта жесть карта жесть ну давайте смотреть бенки дымки будем смотреть ли мы будем смотреть темки дымки смотреть мы конечно же будем так я их забыл в папочку то положить так все читает так ну и как обычно 3 кузлях дымок не очень много но они все по минуте поэтому набираемся так сказать мужество не очень хорош старт 485 всего серпол и до этого кутри право кутри в принципе там все то же самое просто без бустов по идее как бы ничего особенного тоже нету но естественно хорошо все это про стрейфить это тоже очень важно потому что стрейф элементов здесь очень много минус рокет который упал в молоко это конечно же минус время так падает кузлях вниз очень долго жмёт прыжок кузлях не одобряю не одобряю что если кузлях что если ты не будешь жрать прыжок так долго но хорошо поднялся с плазмы ладно хорошо поднялся с плазмы неплохо упал на рампу так все неплохо поднимается наверх и да эти рампы выпутри я думал что они были особенным видом извращенства скорее всего так поставил тихонечку губам ели как забрался не использовал гранаты с кнопками зато поднимался потом с ракетой гранаты да не с первого раза да он врезался но вроде как сильных огрехов кроме кроме того что они с первого раза и ракету в начале молоко выпустил в принципе сильных огрехов нет но и здесь понизу соответственно внизу у нас есть жампад который нас поднимает на финиш вот и все две минуты так радио куала на 15 секунд перебил 146 как задел у нас стеночку ну ракеты неплохие ракеты неплохие хорошая плазма максимально пытается выжить прямо ну ты резался досадно конечно здесь уже надо было киев это по сути еще даже начало карты по факту надо было киев так здесь максимально прямо все все в скорость так трампа так поднимаемся был угол плюс-минус нормальный ничего такого не сказать даже какое-то подобие бустов да было тоже поднимался с плазмы но тут 2x до 2x еще и забрался с первого раза все все отлично у кавы под себяшкой конечно немного рановато рокет выпустил ну нормально нормально тоже без особых помарочек кир хороший стрейф хороший стрейфу кирфа только прыжок тоже нажмет долго то вообще все хорошо и по спейсингам и по как-то назвать-то по стрейфу в целом видно что ни новичок ни новичок играет и забирается хорошо и плазма вообще прям отличная и понимает что прыгать на рампе это очень плохо в ку-3 поэтому вот здесь конечно промашечка небольшая лучше бы было там притормзить и все это срезать как сделал коала например так здесь у нас будет с гранатами хорошо взял три ракеты поднялся повыше и ракеты нет то есть взял три ракеты но при этом их не использовал использовал только одну это тоже минус коль взял использую ну и тихонечко на финиш прискакал нормально чуть не через низ уже не уже неплохо так топ-3 компа лонус один тридцать восемь и семь думал попадет наверно на слик сделал гф но не попал гранд фрейм если что ну прыжок тоже жмет долго в целом ракеты неплохие хорошая плазма здесь вниз себя не плазмил ну не самые хорошие углы но в целом плазма выглядит неплохо вот решил по курве но наверное вот в ку-3 кстати самый рациональный вариант это все-таки по курве возьмите 2x с гранаты только это получается медленнее чем просто в две кнопки выстрелить потому что ну в данном случае я имею ввиду ну что он выстрел гранату подождал там три секунды условные а потом только забрался наверх все это гораздо медленнее ну и тоже понизу а понизу конечно медленнее так что не за не за ну нормально без без повара что я могу сказать особо такого ничего нет ну углы с плазмой естественно нужно поработать так топ 2 гад украина харьков минута 23 так хороший стрейт тут видно хороших гф и качественные хорошие ракеты плазма тоже хорошая все хорошо но тут немного ошибка да что ему удобнее с правой стороны плазмить поэтому он к правой стене прислонился если в цпм это еще плюс-минус не так критично потому что у тебя есть аэр-контроль но на этой карте это достаточно критично потому что ты как бы в принципе прислоняешься изначально к левой стене и делать пару прыжков потом чтобы прислониться к правой ну такое это конечно ошибочка такая небольшая но не то что ошибка понятно что нарочно но этого надо избегать надо стараться быть универсальным по части сторон так сказать ну и поверху с достаточно хорошей скоростью повезло немножко что залез привет 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 ты давай короче коль ты я так понимаю смотришь то имей ввиду что нужно быть универсальным ты потерял там секунды две если не больше то есть ты мог набирать скорость по стене с плазмой гораздо раньше мог начать набирать а ты вместо этого решил сменить стену что было поудобнее то есть нужно стараться но на обе так сказать стены работать ну и поездом я так понимаю это минута 15 старички у нас немножко возвращаются ран икс не знаю но наверно поездом собственно к поездом никаких претензий нету я более чем уверен что он прекрасно знает что делает наверняка в силу возраста и перерыва у него получается далеко не все что он хочет ракеты хорошие все хорошо стрейф хороший ну вот здесь поздновато завернул нужно было бы конечно со скимом вот он не теряет вообще времени на то чтобы сменить стену просто плазмит по той которую дают плазмит еще вниз чтобы быстрее упасть это все правильно все верно рампу очень хорошо проходит но главное на рампе не прыгать ну и по хуру я плазмит прям до упора еще здесь плазмит вообще все ну все верно все по-красивому очень быстрые гранаты 2x естественно 2x это не сделать это как бы такое ну и здесь будет ли использовать стены нет не стал использовать стены а я бы стал я бы стал и на финише бы тебя обогнал повернул повернулся как бот но мы-то знаем что poison это не бот если это поздно классная демка естественно разве что у меня к финишу претензии что можно было бы одну ракетку но стену как бы пустить ничего страшного не случилось так я зову переименовать давайте я сейчас растут две деньги быстренько сделаю то я их скачал и что-то и закинуть видимо забыл и это так же косу 154 2 но начинали начало аккуратно и ничего такого сказать не могу у ракетовой ну не очень аккуратные ракеты надо расположением ракет на расположение всех ракет прошу заметить надо было подумать надо было себе найти эти места здесь тоже прямо поторопился жал прыжок во время плазмы лежать прыжок во время плазмы не надо потому что ну что не надо ребят не будет не вдавайтесь пока в теорию так сказать да просто не надо жать прыжок во время плазмы во время клайм по непосредственно не надо так делать я вот смотрю у меня прям у меня постоянно в голове что не надо так делать ну в целом нормально как бы ничего такого нету здесь бы на рампу если бы еще упал было вообще прям красиво так гранаты гранаты у нас не используются используется плазма вот ты жал прыжок и поднялся медленнее с прыжком куда-то ракета улетела ну как будто торопится я не знаю то есть я говорил всегда что ребята пусть демка будет медленнее но она будет чище она будет без помарок не надо торопиться ваша основная задача как новичков грубо говоря новичков да которые еще не занимали там топ 3 вот вот такое ваша задача проходить карту чисто если вы проходите карту чисто можете пройти ее чуть чуть быстрее но чисто это как игра на гитаре понимаете чтобы играть быстро нужно сначала играть медленно и как бы оттачивать все а то что вот ты вот так пронесся рокет попытался там быстренько выстрелить еще что-то там с плазмой попадался сразу зачем ты на этом потерял больше чем если бы ты у стены там на старте встал поставил примерный хотя бы угол быстро да как нибудь например даже не быстро бы примерно поставил угол и у тебя бы к моменту где ты падаешь вниз был бы гораздо больше скорости чем ты имел в этой дымке это работает ваша торопливость работают против вас против вашего тайма а скил собственно измеряется в тайме да так сказать что здесь прекрасно видно кто как играет по таймам в любых демках на любых турнирах ладно кузлях 28 секунд 128 на 30 секунд перебил давайте посмотрим ну вот кузлях вот кузлях не торопится я много раз ему говорил и он вроде как лучше встанет ну видно на менты да лучше встанет и тихонечко поставить угол так почти буст но тоже поторопился да хотя как бы вроде не запоролся но вроде как поторопился немного может быть так и вполне планировал но вообще это не очень правильно хорошая плазма хороший подъем прыжок не жмет обратите внимание кузлях не жмет прыжок на плазме это уже победа понимаете это уже победа хорошие гранаты тихонечко с одной ракетой зачем рисковать если у тебя получается один раз из тысячи две ракеты например да если тебе тяжело зачем рисковать сделай пока одну будешь себя увереннее чувствовать с одной потом добавляй вторую это так работает нужно себе постепенно усложнять жизнь в дефраге так сказать и добавлять все более сложные и сложные для себя какие-то элементы в ваш роут и тогда вы будете расти а если вы будете пытаться сразу делать 500 бустов там какие-то невероятные руки наперед еще что-нибудь это вам только в минус будет потому что вы по сути ничему кроме как фейлить на сложных триксах вы ничему не научитесь нужно тихонечко развиваться эта игра не так где ты посмотрел демку такой ага здесь три буста там две ракеты наперед сделаю так же это это не та игра ребят это не counter-strike где можно затрачиться стрелять по головам и ты лучший здесь слишком много аспектов так 1 23 3 радио кала немножко перевел кузле х ну вообще старт нужно было бы и получше а слик нужно было бы юзать и побольше но как удобно я это я ваш друг то кстати я ваш не враг так хорошие ракеты что-то нёпот зачесалось даже хорошая плазма залетает тут все хорошо только надо было прыжок нажать а то потерял скорости ну ничего страшного это может по неопытности думал что не зацепит так здесь надо было с дабл джампом чтобы подниматься быстрее и здесь тоже надо было бы скинуть дабл джампом условно ну понятно что такие курвы по ночью ну на старте так сказать своей карьеру тяжеловато играть но что и вообще не понимаешь что там как там делать ну неплохой вариант но опять же это очень долго как и компалом сделал неплохой 2x и ракета точнее два с половиной x тоже да почти получился а чё у меня в утре там есть а это цп подожди а это он оффлайн ой что-то я это все понял короче короче это самое что я хотел то хороший два с половиной x но в итоге не очень хорошо реализовано и я видел очень уж интересно этому молодому человеку быстрее ли это чем 2x нет не быстрее потому что ты слишком много будешь ходить пешком и подбирать эту ракету и так далее а ты по факту там вообще приземляться задевать этот пол где уроки лежит ты его вообще не должен то есть ты мало того что тебе надо приземлиться взять одну ракету взять вторую ракету потом либо ты соскальзываешь либо ты прыгаешь но в большинстве случаев ты будешь соскальзывать может так быстрее и пока ты соскальзываешь у тебя как бы и вертикальная скорость будет расти и так далее как бы ну в том смысле что вертикальная скорость скорость падения твоего она будет гораздо меньше чем скорость моего например падения потому что я лечу чуть чуть более сверху и не делаю установку в общем то там очень много таких типа мелочевок из-за которых можно понять что ну брать третью ракету это ну не надо лучше это хороший 2x и плазма так 1.13 тинайм ансин невиданны невиданны надо конфиг свой сменить да хочу чтоб сервер назывался city rocket так ну здесь все хорошо прям чуть все нормально не ничего такого пока не могу сказать хороший подъем прыжочки так поворот боковой кнопочкой здесь но и так сойдет просто кнопками тоже видишь походил туда-сюда сделал условный 3x но толку как бы да ты залетел но тебе надо не просто залететь тебе надо сэкономить время ну и подсебяшки ну подсебяшки подсебяшки как бы не знаю ну нормально нормально хорошая демка но с подсебяшками если ребята кто-то хочет поиграть подсебяшки есть карта подсебяшка или подсебяшки что то вот такое как то она так называется играйте старайтесь изучайте как это работает потому что просто я уже ну я не первый раз вижу что просто люди под себя стреляют понятно это дает вам скорости но это не очень эффективно будет эффективнее гораздо если вы зайдете на вот эту карту которую только что писал и там попробуйте как вы посмотреть как вообще это работает там на скорости 2000 как раз по моему или с начиная с тысячи 300 что такое то есть посмотрите посмотрите как это работает так и к 112 привет квик ну да это 1 1 2 2 2 3 2 3 не нажмите на кнопку, когда ты прыгаешь, быстрее это не зафиг, нет? Это не очень хорошо, но это достаточно И ровно Да, это хорошо, это хорошо Но мой конкретный это еще и то есть я думаю что когда ты потерял тележамп и потом потерял два гранд-бусс ты просто нужно реставрировать нужно неустадку и нужно выбрать для тебя только хорошие тележампы или только гранд-бусс я имею нужно знать что ты хочешь и ты играть легче я для английского не очень еще проснулся кошаков 1.05 1.05 кошаков сколько кошаков? 0.5 кошаков интересная модель атака сервер http так хороший как бы мы тут зря смеемся потому что у нас тут хороший претендент так так использовал кнопочку использовал рампу вообще прям все хорошо плазма нормальная ну углы конечно не самое оптимальное ничего страшного много скорости очень много скорости вообще прям ой ой как то вообще все отлично у кошакова здесь на плазме все все классненько он прошел и наверх хорошо забрался и 2x хороший словил и по верху ли пройдет не упадет ли он ну здесь да опасно да я понимаю опасно хорошо очень хорошая релка очень хорошо так вулкануид раша хир говорит так волкануид неплохой слик но сликать лучше боковыми так немного приятнее так сказать использовал опять же рампу задел рампа это не очень хорошо тоже использовал рампы эти то есть с рампами видите ребят по идее немного может быть быстрее сделал тамбус сделал тамбус волкануид ты мне не ври что ты планировал ты так и планировал что у тебя так всегда получалось а если не получалось то сразу kill нажимал много не ври так она ракету использовал в траге а второй нет я понял но это минус это как бы небольшой минус за гб плюс конечно но я более чем уверен почему то что если у тебя так получалось давайте для тех кто не видел давайте еще раз я вам в таймскейле покажу для тех кто что ой в общем может у тебя так и было всегда и ты так всегда и хотел но на мой взгляд это немного случайно волкануид так смотрим так плазмит значит по левой стене получается но видели boost по всем он просто мне кажется чуть-чуть давайте еще раз перемотаем пипи 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 то есть он просто чуть-чуть так мягко сказать проебался с прыжком а зачем ты чего димон а посмотрите пожалуйста москаль димон а кто то есть я вам еще напишу сейчас дискорд тут молодой человек нажимает прыжок во время плазмы демки если что не отвалидированы поэтому я так обращаю внимание смотри смотри а здесь не нажимает а вот нажимал или перед перед приземлением типа спамишь прыжок зачем и пусто этот могу славно ну давай как бы я обвинять никого ничего не буду давай посчитаем так что ты его спамишь перед приземлением я тебе объясню что так делать не нужно во первых потому что ты должен чувствовать точно примерно точно свое приземление где у тебя пол и тогда ты можешь незадолго перед приземлением зажать прыжок зажать не нажимать не спамить его потому что если ты будешь его спамить ты же не можешь его спамить типа фрейм через фрейм например ты его спамишь с очень наверняка если разобраться там очень как бы рваные так сказать промежутки между прыжками то есть тебе сейчас секунду то есть тебе надо чувствовать во первых где у тебя пол и зажимать не прыжок незадолго до пола а потом когда ты только ты услышал звук прыжка ты отжимаешь и сразу нажимаешь еще раз если это дабл джамп где-то рампа там и так далее да ну ты понимаешь в чем тем более если ты просто у тебя пол прямой никаких дабл джампов ни лесенок ничего нету спамить нету смысла ты вводишь меня в заблуждение ты вводишь валидатора в заблуждение ты тратишь время валидаторов это минимум потому что им надо проверить им надо по фреймову посмотреть как долго жмется прыжок а сколько промежуток между прыжками и так далее то есть и более того ты мешаешь себе ж то есть ты спамишь примерно перед приземлением начинаешь спамить, даже задолго перед приземлением я могу сказать ты спамишь и из-за этого ты как бы сначала ты приземлился уже потерял скорость, а потом прыгаешь, то есть у тебя вот так получается это неправильно ну ты просто над этим поработай именно, поиграй в плазмораны какие-то и старайся именно, вот ты чувствуешь ты должен чувствовать пол, пол чувствовать это не сложно и после каждого прыжка то есть бывает даже, да, что ты плазмишь короче углом вниз себя, диагонально вниз себя толкаешь, чтобы прыжок был чаще в этом случае, да, ты можешь немножко подспамливать и только в том смысле что ты нажал ты зажал перед приземлением прыжок ты его сразу отшал после прыжка а потом через через какой-то промежуток ты его снова зажал плазма это не рандомная пушка она тебе не толкает всегда по-разному если ты ставишь себе один угол какой-то диагональный, да, давайте я даже вот примерно это где-то то есть вот ты ставишь ну это всем, да, это всем, то есть это может быть, может случиться с каждым вот ты ставишь себе вот такой вот угол, например и ты прыгаешь чаще потому что высота, получается, своего прыжка срезается из-за плазмы ты ставишь такой угол и даже если ты чуть-чуть ниже, там, чуть-чуть выше поставишь во время плазмы, вдруг у тебя ручка затрясется ничего страшного в этом нету у тебя промежуток между прыжками от этого сильно не изменится нажимай незадолго вот так, например, да незадолго до прыжка до приземления, точнее вот просто, блин но проверьте, конечно, на всякий случай волканоид давайте я сейчас напишу пока помню потому что я могу, наверное, забыть так прямо вот всем в нашу беседу волканоид пишу волканоид 4 все так, поехали дальше кухала вышел из минуты интересно первая данка из минуты так-то епта так кухала он же женклод ван дам точка жпг ну, рампу не задевал собственно в этом огромный плюс очень хорошо расположены ракеты тоже плюс вот, видишь, как кухала делает вот он вот, он знает примерно, когда он прыгнет и он жмет там прыжок вот так-то должна подъедить а плазма вообще отличная у тебя и здесь ну, да вообще все быстро вообще просто просто мгновенно как же ты финиш запорол собол соболезную твоим потерянным скорее всего 58 секундам хухала потому что 2х к сожалению надо было стоять чуть-чуть впереди ну, ты скорее всего знаешь просто у тебя не получилось но у тебя получилось все остальное поэтому ты просто прошел и оставил так пусть так будет так красиво но да я вижу, что ты очень хотел перебить торнеры и за 2х конечно не получилось так 58-6 турнер собственно ну, хороший слик но как бы нехорошего слика мы здесь уже и не ждем рокеты через рампу это медленно странно как турнер такое допустил вообще плазма значит хорошая плазма быстрая здесь все отлично 2000 зацепил правда дырочку но ничего страшного здесь тоже все тихонечко все хорошо а вот здесь не повезло а хухалу толкнуло лучше вот я про это и говорю что вот эта вот курва вторая где надо плазмить вверх там 3 рампы ребята там ты в любом почти случае просто как бы типа маппер просто ненавидит в этом в этом месте хороший отличный вообще подсебяшки отличный 2x тоже был вообще отлично то есть смотри хухалу ты прошел плазму гораздо лучше гораздо торнер прошел финиш гораздо лучше а если бы у тебя получился финиш хухалу а кто знает какой бы у тебя тайм а кто знает а никто не знает а вдруг фракира перебил прикинь в топ 5 хухалу после фракира демка если твоя идет это честь фракир это очень сильный этот молодой человек хотел сказать старичок но фракир еще молодой 57 2 давайте посмотрим фракир фракир молодец не часто фракир нам демки шлет давайте давайте наслаждаться 2 100 почти со слика хорошие ракеты хорошая плазма вообще отличная плазма отличный там спейсинг под два собственно скима был здесь тоже все отлично отличнейшая плазма проспавил прыжок нормально вылетел получилось все все получается курвы не совсем гладко прошел но это ладно а остановку сделал но и так сойдет и так сойдет скорости хорошо ну нужно конечно побольше ну и тихонечко главное не упасть тихонечко до финиша все отлично все отлично фракеры хорошая демка 57 2 гмуг . 57 1 22 убит 22 редим из лайф гмуг . вопрос так ну старт старт похуже чем у фракера использовал рампы ну здесь есть тяжеловато конечно а ну да ну а ну плазма скорее все посильнее здесь наверное не да здесь не остановился за счет этого быстрее плазма чуть-чуть посильнее посильнее вот этот момент финальный так сказать из-за этого сотку отжал а в целом у фракера было получше да и скорости здесь побольше на прыжок раньше то есть вот сотка тупо да из ниоткуда такая хопа вот я там мне повезло больше ну повезло я имею ввиду плазму я не имею ввиду что тебе повезло хостовар что ты 55 сделал ты вообще нубас просто нубас тебе так везет вот прям ненавижу тебя как тебе везет нет я не в этом смысле я в смысле плазма там я думаю все прочувствовали я просто для тех кто может быть не играл 55 и 4 хостовары третье место между прочим хостовары занимает третье место хороший слик хороший слик плюс 320 давай ты сможешь плюс 600 хорошие ракеты хорошая плазма с кнопочкой тихонечко такой завернулся сделал с бустон плазма не очень хорошая в конце да и я и хостовары не буду перед тобой играть больше понял зацепил там финиш немного не очень хороший 2x но в целом все босс все быстро в целом хорошая подсебяжка еще хорошая подсебяжка еще стена стена на стол софт но лучше бы была подсебяжка на 200 хорошая данка хорошая ну и с большим отрывом москаль который забил мне батл на этой карте пусть знают все что мы играли батл поэтому мы тут оба есть 52 и 8 второе место поздравляю тебя москаль ты сражался как лев как лень ну слик нормальный правда начало не очень оптимизировано на мой взгляд тоже с рампой так здесь значит просто со схемами да грубо говоря зацепил еще в дырочку не сразу попала здесь бус не делал хорошая плазма получилось 2400 набрал вообще все отлично и без 2x да ну 2x мне кажется это менее так сказать москаль не знаю по поводу финиша финиш конечно финиш конечно такой хороший но москаль москаль мне кажется использовать стены две стены у тебя есть и ты спамишь у них с той же чистотой я думаю что финиш здорового человека выглядит с отстрелом от стен точнее от столбиков ну и первое место сити рокет не знаю кто это а классная демка москаль ну бустов нету очень жаль что нет бустов в общем-то свежедемку не знаю как комментировать давайте просто кстати посмотрим ну и с рампой у тебя старт медленнее гораздо москаль надо как-то было думать над этим вот у меня тоже по сути 2400 ну и здесь тоже поплазмить москаль было бы неплохо ну немного промахнулся по рунтам может быть не увидел этих мест бывает ну и здесь у меня немножко не то конечно получилось я слишком высоко так сказать полетел планируя отстрелиться вниз я полетел на финише то есть я сделал прыжок лишний по сути и пролетел очень долго из-за этого очень много на финише потерял то есть по факту 50 просто мастхэв с таким роутом и что я могу сказать давайте смотреть результаты в общем-то дэвку кто хочет естественно может сам заценить посмотреть сам скачать и так далее и так далее так где он тут бум бум так сказать первый топ-3 у комполомуса поздравляю тебя комполомус но честно вот надо получше стараться я понимаю что ты очень рад что у тебя топ-3 но из шести человек ну комполомус просто вар хотя бы топ-3 из 15 понимаешь ну в общем ну не не камень в огород просто рофлим естественно мы все как бы общаемся плюс-минус все ну с комполомусом точно общаемся в общем-то волкануэд знак вопроса пока что там за фигня такая происходила я не знаю ну скорее всего выглядит он же не постоянно спамит при кламбе он просто спамит перед приземлением я этот момент уже разобрал и пояснил что так делать лучше не нужно в первую очередь для себя не нужно ну и в общем-то такие вот результаты не очень много демок карта понятное дело не очень удобная в Q3 особенно в CPM она достаточно проблематична мне кажется проходилась из-за массы элементов для более таких как бы средних скиллов так сказать да плюс она большая на большой карте нужно больше стабильности в своих движениях а у новичков ну новичками я говорю не нубы а просто те кто мало играет если что к новичкам как бы ее очевидно тяжело играть из-за того что она большая надо много все сделать это очень тяжело но спасибо всем за участие в общем-то спасибо за просмотр приходите на стримы ссылка есть в описании как вам рубрика дф ньюз кстати говоря кто не видел посмотрите я хочу делать ее по мере поступления новостей вот такие типа 2-5 минут ну как получится такие небольшие мини обзорчики что у нас произошло что нового и так далее в общем-то все ребята всем спасибо всем удачи спасибо еще раз за участие всем пока удачи удачи удачи